Миллионный долг и расшатанные нервы. Реальная история человека, который стал жертвой мошенников. А мусор и ныне там. Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Безопасный маршрут. Сотрудники ГИБДД провели совместную акцию с учениками 13-й школы. Далее обо всем подробно. Из 34 местных городских округах 24 получили единороссы, два – представители ЛДПР, одно – досталось коммунистам и семь – самовыдвиженцам. В таком составе депутаты будут работать ближайшие пять лет. Председатель территориальной избирательной комиссии Сарова поприветствовал народных избранников и огласил итоги голосования. В досрочном голосовании участвовали жители города-избиратели 11 170 избирателей, что составляет 14,8% от числа избирателей города. В единый день голосования, 13 сентября, проголосовало 17 292 избирателей, что составляет 22,8%. В торжественной обстановке Валентин Борис вручил удостоверение депутатам седьмого созыва. Заместитель директора РФАЦ ВНИЕФ по управлению персоналом поздравил парламентариев и пожелал успеха в будущей работе. Задача у нас с вами одна – это благополучие нашего города, благополучие нашего с вами, так сказать, градообразующего предприятия, как Центр национальной безопасности. Я бы хотел здесь в этом смысле пожелать всем успехов, пожелать всем крепкого здоровья, как это дружной, единой работы, эффективной, плодотворной. Ну и с тем, чтобы, так сказать, нам по окончании определенного срока, когда мы с вами завершим, так сказать, опять, как бы, так сказать, не было стыдно прочитаться перед своими избирателями. На встрече выбрали депутатов, которые войдут в организационную комиссию по первому заседанию. Его должны провести до 2 октября. На заседании депутаты обсудят создание мандатной комиссии, подтверждение полномочий избранников, изменения в регламент городской думы и текущие вопросы. Внесен ряд решений, связанных с передачей собственности, как из муниципальной собственности в федеральную, так и наоборот. Но это стандартные вопросы. У нас есть три условия приватизации, которые в прогнозном плане приватизации объекта стоят на этот год. У нас есть решение по обращению к губернатору с тарифами. Депутаты рассмотрят положение и объявят конкурс на должность главы города, который теперь также будет исполнять обязанности и главы администрации. Дарья Кузина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Первая мысль покончить жизнь самоубийством. В нашел место, где я могу это сделать. Глубина 20 метров. Машина со мной уходит. Огромные деньги, которые Ваня должна была принести, игра на бирже в итоге стала миллионным долгом банком, где он брал кредиты для покупки акций. Вторая мысль была уже о семье. Мужчина здраво рассудил, что в случае его смерти деньги должны будут выплатить родственники. После чего было принято решение, так как я мужик, сам влез, сам должен влезти. Тяжело было, психологически тяжело. Сердечко шарило. Пил сердечные средства. Было очень тяжело. Перестал практически есть. В 2020 году очень часто люди обжигались при попытке инвестирования и покупки акций. Человек, который согласился рассказать о своем печальном опыте игры на бирже, не решился раскрыть себя. Для этого есть причины. Саров – маленький город. Помочь ему вряд ли кто сможет. От сочувствия в этой ситуации ни к чему. История началась с банального и всем знакомого желания увеличить доход путем пассивного заработка. Именно эти слова Ваня и ввел в поисковике. Посыпались предложения, на одно из которых он откликнулся. Начал с 50 долларов. Зачем? В течение месяца мы регулярно шли звонки. Как правило, вечером мы делали ставочку. Она играла, и я выиграл деньги. Минимальные вложения и быстрый доход скружили голову. По натуре осторожный, он долго не решался увеличить ставки, так как для этого нужно было брать кредит. Но на том конце провода продолжали убеждать Ваню, что именно это и нужно сделать, чтобы выйти на серьезный доход. Каждый раз, когда я с ними разговаривала, они любую беседу начинали со слова «да». Что психологически влияет. И за месяц лишнего это слово «да» влилось в голову. И на психологическом уровне, я так думаю, что я должен был сказать им «да», и я сказал это «да». Как только Ваня перевел деньги лжеброкерам, пошли убытки. Каждый раз мошенники убеждали его, что в этом виноват именно он. Внезапно пришло осознание, что никаких инвестиций не было. А ему показывали только картинку с ростом акций, с цифрами на его счету, которые и были лишь цифрами. Выйти из кризиса помогла семья, которая поддержала и не упрекала. Сейчас Ваня настроен более чем оптимистично. Всем журавлям в небе он теперь предпочитает синицу в руках. Долг по кредиту он намерен закрыть месяцев через десять. Всем, кто хочет заняться инвестированием, советуют тщательно проверять компании, которые предлагают такие услуги. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Все, что не уместилось в бункер, сложено рядом. Мелкий мусор разлетелся по двору. Свою лепту в антисанитарию вносят птицы, которые ищут среди коробок и пластиковых упаковок пищевые отходы. По словам Ирины Жариковой, мусор в бункер складывают не только жители близлежащих домов, но и сотрудники магазинов и других организаций, расположенных через дорогу. Поэтому наполняется он очень быстро. Это все несут оттуда. Коробки там, ну эти бутылки вот эти постоят. А железо, откуда вот это вот? Железо от машины. Ну откуда? Это явно откуда-то, где ремонтируют машины и все. Иногда, я уже говорила, привозят целую машину лобовых стекол, треснутых, битых там, и вот загружают почти целый контейнер. В отличие от заваленного мусором двора на Кубышево-5, возле зданий на Кубышево-11 и Чапаева-26 царит идеальный порядок и чистота. А там расположены не менее десятка различных магазинов и организаций. Жалобы на ситуацию со сбором мусора в бункер стекаются в том числе и к депутату по округу. Петр Смирнов неоднократно обращался к директору департамента городского хозяйства с просьбой убрать бункер из этого двора. Но департамент городского хозяйства категорически против, потому что в противном случае местные жители будут складывать свой крупногабаритный мусор в традиционные места накопления, к зеленым бункерам. А МСК АНТ не вывозит крупногабаритный мусор с площадок накопления для бытового мусора. Как нам пояснили в администрации, изначально бункеры на территории жилой застройки Сарова устанавливались для накопления крупногабаритных отходов от населения. По информации регионального оператора, который оказывает услуги по обращению с ТКО на территории города Сарова, они заключают договор с юридическими лицами, в которых указывают место накопления для этих юридических лиц, любое место накопления на территории города Сарова. То есть, по идее, любой магазин, юридическое лицо, ИП может в любой ближайший бункер свои отходы складировать на основании договора с региональным оператором. Иногда забрать заполненные контейнеры не позволяют припаркованные автомобили жильцов. Машина уезжает, а вокруг бункера продолжают расти горы мусора. Для того, чтобы не возникало таких проблем, в некоторых дворах обозначили место постановки бункеров. Но автовладельцы игнорируют эту разметку и оставляют там свои машины. На территории города у нас есть несколько дворов. Это Зернова 21, Куйбышево 5, Гугли 14, где нанесена специальная разметка, запрещающая стоянку транспортных средств. Именно предназначен вот этот участок территории для установки бункера. Проблема переполнения бункеров для крупногабаритных отходов на территории Сарова стоит остро. И администрация совместно с региональным оператором решает, как организовать оперативный вывоз мусора из этих дворов. Конкретно по адресу Куйбышево 5 приезжал представитель регионального оператора и было принято решение о включении Куйбышево 5 в ежедневный график вывоза. И таких адресов будет 20. Если бункер для крупногабаритных отходов переполнен и мусор не вывозят, то нужно позвонить в управляющую компанию или в департамент городского хозяйства по телефону 977-81. Елена Грязкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Стрелковый тир на стадионе Икар закрыт с 2013 года. Тренировочный процесс тогда перенесли на «Авангард», где воспитанники занимались около семи лет. 23 апреля 2020 года здесь случился пожар. Спортсмены вновь остались без помещения. Проект на смертную документацию капитального ремонта тиры на Икаре специалисты подготовили в 2018 году. С того времени подрядчика на объект найти не удалось. Конкурс по проекту объявляют уже в третий раз. В предыдущих случаях строители отказывались начинать работу из-за недостатка финансирования. Первоначальная сумма была в два раза меньше. Значит, было 15 миллионов. Сейчас выделили 29 миллионов. Первоначальные конкурсы, которые проходили, они были неудачные. Значит, желающие подавали неправильные заявки, к сожалению. И желающих было мало в ходе того, что сумма была небольшая. И работы получались разгрозненные. Очередной конкурс по проекту на сумму 29 миллионов 811 тысяч рублей пройдет 25 сентября. Подрядчику предстоит устранить дефекты здания, усилить несущую способность его конструкций, разобрать внутренний грунт, выполнить гидроизоляцию и покрасить стены, поменять вентиляцию и электричество, привести здание к соответствию всем нормам. Сейчас здесь находится стена с электрощитками. Согласно проекту, во время капитального ремонта строители должны будут создать эвакуационный выход по требованиям пожарной безопасности. Строители отремонтируют стрелковые галереи, кабинеты начальника и методический, склады для инвентаря, раздевалки, комнаты технического персонала, для хранения оружия и боеприпасов, блиндаж и венткамеру. Выделили денежные средства полной суммой, которая необходима для ремонта. Я думаю, будут желающие, которые будут участвовать в конкурсе и которые у нас достойно сделают современный объект, современный тир, который будет, наверное, одним из лучших не только в Нижегородской области. Пока определяют, кто будет ремонтировать здание, воспитанники тренируются на лазерном оружии. Специалисты завершают подготовку тира школы номер 14, где скоро смогут заниматься спортсмены. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. До 31 октября работодатель должна повестить своих сотрудников о том, что им нужно будет выбрать формат введения трудовой книжки с 1 января 2021 года. Я уже написала заявление о том, чтобы сведения о моей трудовой деятельности ввелись в электронном виде и получила трудовую книжку на руки. Выбрасывать ее не надо, так как информацию о трудовой деятельности до 2020 года оцифровывать пока не будут. Но как теперь работнику получить сведения о том, где и кем он трудился? Для этого нужно обратиться к работодателю, а если нужна информация о трудовой деятельности в других организациях, то следует идти в МФЦ, либо можно получить сведения онлайн на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Начнем с сайта Пенсионного фонда. Заходим в личный кабинет и нажимаем на кнопку «Заказать справку от трудовой деятельности». Система предлагает авторизоваться через портал Госуслуг, потом снова возвращает на сайт Пенсионного фонда. Заходим в раздел и кликаем по кнопке «Запросить». Информацию о работе можно будет посмотреть в разделе «История обращений». Если искать электронную трудовую книжку через портал Госуслуг, то путь будет чуть длиннее. Проходим процедуру авторизации и начинаем искать нужный раздел. Через портал можно получить огромное количество услуг. Если изучать все меню, то займет это уйму времени. Через поиск тоже не получилось найти нужный раздел, поэтому в категории органов власти кликаем на Пенсионный фонд. В открывшейся вкладке ищем заветные слова «Выписка из электронной трудовой книжки получить онлайн» и жмем на кнопку мыши. Выписка о трудовой деятельности с 1 января 2020 года придет в личный кабинет. Если в документе не все сведения или она пустая, то для этого есть объективные причины. Либо работодатель не успел отправить данные в Пенсионный фонд, либо вы еще не подавали работодателю заявление о переходе на электронную трудовую книжку. Выписка будет подписана электронной подписью сотрудника Пенсионного фонда. По юридической значимости такой документ равен бумажному. Если нужна выписка с живыми подписями и печатями, то нужно обратиться в кадровую службу с последнего места работы, отделение Пенсионного фонда или МФЦ. Елена Грязкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. В этом году сентябрь удивил горожан своими погодными сюрпризами. Начало месяца было довольно теплым. Иногда столбик термометра поднимался даже до отметки в 30 градусов. Подул северный ветер, который принес холодные осенние дожди и заморозки. Но долгожданное бабье лето все же наступило. Теплый воздух в регион пришел вместе с антициклоном с островов в Атлантическом океане. Над нашими районами усиливается гребень Азорского антициклона. А значит, почти до конца месяца будет преобладать повышенный температурный фон на 4-5 градусов выше климатической нормы. Днем воздух будет прогреваться до плюс 18-20 градусов, а на солнце в полдень еще теплее. Ночью столбик термометров уже не поднимется выше плюс 5 градусов. В низинах до 3 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, полностью в свои права осень вступит в октябре. Среднемесячная температура воздуха в центральном календарном месяце осени ожидается плюс 4-5 градусов. Это в пределах климатической нормы. Что касается осадков в октябре, то их будет также в пределах обычного – около 55 миллиметров. А пока соровчане радуются внезапному теплу, солнечной погоде и надеются, что бабье лето еще задержится в регионе. Я жду бабье лето, надеюсь, мы еще погреемся пару недель, а потом все как обычно – холодно и промозгло. Я осень обожаю, и дождь, и с ней все что угодно. А золото – это вообще красота. Замечательный, самый лучший. Погода постоянно преподносит нам сюрпризы, радует небывалым теплом осенью или огорчает внезапными холодами летом. Так, в 99-м году синоптики зафиксировали самую высокую температуру воздуха в октябре – плюс 23 градуса. Правда, было это в Волгограде. А самым холодным октябрь в России был в 2014-м. Тогда столбик термомты редко поднимался выше плюс 1 градуса. Елена Грискова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Часто родители сталкиваются с нежеланием ребенка делать уроки, в целом учиться. В таких случаях важно найти подход к школьнику и подобрать правильную мотивацию. По словам психолога, ответственное и осознанное отношение к учебе закладывается с первого класса. Большую роль играет организация труда ребенка. Место, за которым он делает уроки – регулярное расписание занятий в школе и дома. Последние исследования говорят о том, что те дети, которые успешны в учебе, они имеют четкий такой режим работы. То есть они понимают, за какое время они должны выполнить домашние задания. И это, конечно же, освобождает их последующее время, остальное, для того, чтобы они могли как-то разнообразить свою жизнь. И вот это время на домашние задания не должно зависеть от интересного фильма, который идет по телевизору, от количества уроков, которые задали, или, может быть, от факта того, что гости пришли в семью. Специалисты уверены, у ребенка не будет проблем с обучением, если в сознании есть личностно значимая цель. Тогда школьник понимает, зачем ему нужно заниматься, осваивать разные предметы. Он знает, как и где он сможет применить те или иные знания. Порка ремнем и подкуп за хорошие оценки – плохие стратегии для родителей. Мы в итоге получим не мотивацию к достижениям, а мотивацию оценочную. А потом будет вопрос каждый раз от ребенка звучать, а что мне за это будет? Ремень, конечно же, категорически запрещается, потому что, во-первых, мы подрываем доверие к себе, ребенка. И там ни о какой мотивации не идет речь, потому что это просто мы работаем на чувстве страха. Это очень деструктивное чувство, которое приведет к обратному явлению. Психолог считает, что если ребенок не хочет учиться и делать домашние задания, отсыпать его претензиями и руганью нельзя. Нужно поговорить со своим чадом и понять причину его отказа от учебы. Попытаться разобрать недочеты и объяснить, что ошибки и плохие оценки не так страшны. Следует учитывать индивидуальность ребенка, вместе с ним сформулировать цели, к которым он будет стремиться, и помочь в их достижении. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Приемник, зато верный друг, уже 10 лет помогает безнадзорным животным. Сотрудники-волонтеры обрабатывают поступивших собак и кошек от паразитов, кормят, лечат и приводят в порядок, пристраивают их в новые семьи. Животных сотрудники называют своими воспитанниками. Каждого из них знают по имени, характеру и привычкам. Все начиналось с одного человека, с Екатерины. Тогда она принесла в приемник двух щенков, подобранных на улице, и просто не смогла отсюда уйти. Ситуация в приемнике была очень тяжелая. Скудного финансирования государственного не хватало даже на нормальную кормежку для животных. А про лекарства уже и просто речи не было. Сотрудники просто выбивались из сил. Со временем сложилась команда неравнодушных людей, которые, несмотря на все трудности содержания животных, до сих пор помогают братьям меньшим обрести дом, хозяев, вылечиться от болезни и не умереть от голода на улице. У нас есть люди, которые берут, замечательные девушки, которые берут животных на передержки. У нас есть замечательные, просто прекрасные девушки, которые помогают на передержках, которые ухаживают за животными. Это все трудно, это все очень и морально тяжело, но у нас есть люди, которые не сдаются. Наша замечательная команда. У каждого воспитанника своя история. Каждому нужно найти подход. Передать четвероногого в любящую семью – главная победа для волонтера. Самое приятное событие для волонтера – это когда любящие хозяева присылают нам фотографии наших выпускников, которые счастливые, любимые, холеные в новых семьях своих. Брошенных кошек и собак жители города приносят в приемник ежедневно. Места, питания и лекарств на всех не хватает. Важно помнить – стерилизация и кастрация – необходимые меры, чтобы избежать появления безнадзорных животных. Сотрудники приемника ежедневно пытаются донести до саровчан, что к питомцам нужно относиться серьезнее. Только ответственное отношение к животному, которое вы берете в дом, только ответственное отношение, наверное, к самому себе. Потому что приехать на ту же самую дачу, оставить там кошку, с которой ты там игрался, и твои дети играли все лето, мне кажется, это аморально. Потому что это такое же живое существо. Это не мишка, не погремушка. Вы можете помочь сотрудникам и волонтерам приемника, принести корм, препараты, игрушки для животных, пожертвовать средства или поухаживать за воспитанниками, а, возможно, и забрать кого-то из них к себе домой. По всем вопросам обращайтесь по телефону 6 12 10 или в группу ВКонтакте. Быть волонтером – здорово! С таким девизом идет по жизни студентка с РФТИ Ксения Лебедева. Добровольчеством девушка занялась еще в пятом классе и с того времени побывала на различных всероссийских форумах и фестивалях. Этим летом Ксения в качестве координатора приняла участие в форуме «Таврида-2020» в Крыму. Мой функционал – это работа с участниками, то есть их сопровождение, также сбор обратной связи, ну и, наверное, консультирование по каким-то возникающим вопросам, по текущим вопросам. Форум «Таврида» объединяет талантливую молодежь со всей страны – музыкантов, художников, вокалистов, артистов. Оказавшись вместе, все эти люди начинают делиться опытом и генерировать неожиданные идеи. Я была рада, на самом деле, потому что я думаю так, ну, всероссийский форум – это по-любому что-то додаст, какой-то опыт. Вот, ну и не прогадала, в принципе. Для меня это было просто вот какое-то открытие, что есть другие люди, они по-другому мыслят, и с ними нужно по-другому работать, с ними нужен другой подход. Вот, и, наверное, это для меня было самым главным. За месяц работы на форуме Ксения смогла зарекомендовать себя. Организаторы заметили девушку и пригласили на сентябрьский фестиваль «Таврида-арт». Этот тот же форум, только более масштабный. Участников уже не сто, а две тысячи. И всем им нужно помочь разместиться, сориентироваться на месте, разобраться в программе фестиваля. Было сложно, потому что участников больше, и немножечко обязанностей побольше из-за того, что ты не волонтер, а тим-лидер. Вот, но это того тоже стоило. В следующем году Ксения вновь планирует отправиться на форум «Таврида», только уже в качестве участницы. Более сотни школьников попадают под колеса автомобилей в России каждый день. А в сентябре эта цифра увеличивается почти вдвое. Чтобы избежать подобных ДТП, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическую акцию «Безопасный маршрут». Основной задачей этого мероприятия – научить ребенка правильно, безопасно добираться самостоятельно, потому что сейчас дети уже с первого класса, многие самостоятельно добираются из дома до школы. Показать им правильный маршрут, безопасный маршрут из дома до школы, из школы до дома. В познавательной прогулке приняли участие более 20 первоклассников из 13-й школы. Маршрут сотрудники госавтоинспекции продумали заранее и выбрали тот участок дороги, которым дети пользуются каждый день. Участники безопасного маршрута колонны прошли по намеченному пути. Сотрудники госавтоинспекции показали детям, как переходить проезжую часть по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам. Рассказали, как нужно и как нельзя вести себя на дороге. Когда нужно переходить дорогу, нужно всегда посмотреть по сторонам и посмотреть на светофор, когда появится зеленый цвет. Полезная была информация тем, что правила дорожного движения очень важны для человека. И всегда люди должны их соблюдать. На сайтах школы размещены схемы маршрутов. По ним родители и дети могут найти уже построенный безопасный путь передвижения дом-школа-дом. Вместе с классными руководителями на неделю безопасности и в целом течение учебного года прорабатываем этот вопрос. Каким образом мы родителей просим разместить данные листы у детей в дневниках и каждый день оттренировывать данный маршрут, приходя от дома до школы, от школы до дома, именно по нему, в избежание дорожных и транспортных происшествий. В октябре сотрудники госавтоинспекции проведут совместно со школьниками месячник «Засветись». Детям расскажут о важности светоотражающих элементов на одежде. Каждый уголок здесь пропитан историей. Русские, советские, французские, японские бойцы, завоеватели и правители. Музей оловянного солдатика открылся в центре внешкольной работы два года назад. С тех пор из нескольких стендов он вырос в настоящую историческую галерею. У нас прибавилось очень много стендов новых, у нас прибавилось новые целые направления, то есть у нас техники очень много появилось. И если год назад мы пришли, не было даже вот этой диорамы, вот этой гигантской, да, Бородинское сражение. Ну, почти пусто было в помещении, только вот большие шкафы. То есть сейчас у нас есть вот эта диорама, она уже подготовлена, здесь уже более двух тысяч солдатиков стоит. Танки отличные у нас есть, тема корабли. В музее представлены миниатюры из олова, железа, пластика, макеты построек разных эпох, вооружение и военная форма, портреты полководцев. Здесь солдатика старинного, мы можем видеть не только в телеке, да, немножко в таком гипертрофированном виде, как сейчас показывают, а именно так, как он выглядит. Если мы взяли там английского солдата 1815 года, битву при Утерлодке, вот он так и выглядит. Если мы взяли Кутузова, как он выглядел, Кутузов на самом деле, да, и оказывается и без повязки вовсе, да. Это история и ничего более. Здесь у нас вместе на одной полочке Николай II и Ленин. Здесь у нас рядом немецкие солдаты и рядом с ними, скажем, французские солдаты, тоже римляне, вот в одном стенде. То есть здесь как-то мы уживаемся все. Только за последний год музей посетили около пяти тысяч детей. В создании экспозиции и экскурсиях сотрудникам помогают члены военно-исторического клуба «Победители». София Комкова пришла в молодежное объединение больше года назад. Ее привлекли участие в реконструкциях и новые знания. Каждый раз, когда прихожу, всегда узнаю что-то новое, всегда получаю какие-то положительные эмоции. Мне очень приятно здесь находиться. Устроя в меня большие экскурсии, приходят классы, приходят люди отдельно, приходят взрослые люди, приходит кто-то из центра вообще. Посетители часто приносят подарки музею, делятся своим творчеством. Коллекции пополняются авторскими картинами, игрушками, памятными предметами. Сотрудники музея завершают работу над экспозицией «Нижегородское ополчение Дмитрия Пожарского и Казьмы Минина» диорамой «Штурм Берлина». В планах создание стенда с обороной Севастополя в 1854 году. Воскресное утро встретило соровчан пронзительным северным ветром. Небо затянуло тучами, термометр показывает лишь 8 градусов тепла. Идеальная погода, чтобы завернуться в плед и смотреть сериалы. Но нашлись те, кто в 9 часов утра пришли на стадион ИКАР, чтобы сдать нормативы ГТО. Для Данила Грачева и Никиты Богдашина плохая погода не стала причиной, чтобы остаться в этот день дома. Ребята учатся в 11 классе, играют в хоккейной команде. Уже в начале учебного года они задумались о поступлении в ВУЗ. Хотим получить золотой значок, потому что он баллы КГ прибавляет в разные ВУЗы. Мы хоккеисты и собираемся в спортивный поступать. Там дают плюс 10 баллов золотой значок. Юноши не стали ждать благоприятных погодных условий и пришли сдавать нормы ГТО при первой же возможности. 20 сентября, впервые после начала пандемии, в Сарове разрешили провести мероприятие «Готов к труду и обороне». Никита Богдашин играет в юношеской хоккейной лиге. И тренировок на льду ему вполне хватило, чтобы претендовать на золотой значок. Живой гири 50 раз, потом бег на 100 метров и пресс. Все упражнения спортсмены выполняли на холодном ветру, иногда под моросящим дождем. И взрослые школьники проявили стойкость характера и старались все выполнять правильно. Ученикам начальной школы пришлось особенно трудно, но они не сошли с дистанцией. Сдать нормативы пришли всего 16 саровчан. Следующий день для сдачи норм ГТО назначен на 27 сентября. Если не зарегистрированы на сайте ГТО, то зарегистрироваться на сайте ГТО. Там все это подробно описано и указано, как и в дальнейшем записываться на испытания. При себе нужно иметь удостоверение личности и медицинский допуск. Всю актуальную информацию можно уточнить по телефону 99-3-94. Елена Грязкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Спортсмены от 6 до 70 лет. Две дистанции для малышей и школьников в 500 метров, для спортсменов постарше 1 километр. Все как обычно, вот только сам формат традиционного дня бега изменился. В этом году спортивный праздник прошел в несколько этапов. Все мероприятия проходят с соблюдением правил и норм, установленных Роспотребнадзором. У нас в этом году воспитанники детских садов и воспитанники школ бегут на своих спортивных объектах, потому что нет возможности развести так, чтобы соблюдались все нормы. Поэтому они бегают у себя. Первыми преодолеть дистанцию в один километр предстояло студентам Саровского политехнического техникума. На старт ребята выходили по три человека. Азарт не тот, что при массовом забеге. Но настроение это никому не испортило. Впечатление у всех позитивное, потому что день пасмурный и такое бодрое настроение сразу появилось. В связи с происходящей ситуацией в России, я с полным удовольствием пробежала. Мне это было не тяжело и меня все устроило. После забега студентов на беговую дорожку вышли профессиональные спортсмены и сотрудники муниципальных предприятий. Во главе колонны бежала председатель Федерации легкоатлетики, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Каляскина. Спортсменка каждый год принимает участие в соревнованиях. Своим примером она показывает, что спорт важен в жизни каждого человека. Это здоровье в первую очередь, физкультура и спорт. Необходимо, конечно, заниматься, любить спорт и бегать. Организаторы надеются, что до зимы эпидемия закончится и акция «Лыжня России» пройдет в привычном масштабном формате. Редактор субтитров А.Семкин